Ситуация с коронавирусом в Украине по-прежнему нестабильна. Поэтому Министерство здравоохранения Украины приняло решение пополнить коечный фонд новыми отделениями. В список больниц, где будут развернуты места для ковид-пациентов, попал и Одесский областной онкологический диспансер. Всем сегодня известно, что достаточно напряженная ситуация с коечным фондом для оказания медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией. Одесский областной онкологический диспансер, согласно распоряжению министра здравоохранения, поспал в список так называемых ковидных больниц, которые могут оказывать медицинскую помощь как резервная. Сейчас для того, чтобы мы могли активно вступить в работу, нам нужно привезти наши 50 коек, которые спланированы в соответствии, чтобы мы могли обеспечить достаточный поток кислорода и работу кислородных концентраторов для тех пациентов, которые мы в ближайшее время готовы будем к себе принимать. В новом коронавирусном отделении будет 50 коек. Кроме того, каждое место будет оборудовано концентратором. Поэтому на стационарном лечении могут находиться и кислородозависимые пациенты. Мы сейчас находимся в палате интенсивной терапии. Два аппарата искусственной вентиляции легких, монетарированные, с высокопоточным подводом кислорода, вспомогательный криоцилиндр, который будет обеспечивать нас кислородным потоком. И, в общем-то, вся та техническая оснащенность подготовлена на должном уровне. Открытию ковидного отделения в Одесском онкодиспансере посодействовала университетская клиника Международного гуманитарного университета. По инициативе президента университета Сергея Кивалова клиника передала свое оборудование на благо диспансера для борьбы с ковидом. Напомню, с началом пандемии на базе университетской клиники МГУ начал свою работу Центр противодействия к коронавирусу, где также больных принимали на стационар. Это оборудование университетской клиники, которое было куплено в рамках инициативы Сергея Васильевича Кивалова проекта Центра противодействия к коронавирусу. Оно активно работало у нас и в прошлом сезоне. И сегодня мы благодарны университетской клинике Сергею Васильевичу за то, что мы можем сегодня его использовать также в интересах пациентов, которые будут поступать в наш стационар с коронавирусной инфекцией. Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность МГУ сотрудникам кафедры онкологии за помощь в оснащении этого отделения, такого своевременного и нужного в данный момент, поскольку мы все-таки отделение второй волны по распоряжению Министерства здравоохранения. И, в общем-то, то участие, которое оказал и Вячеслав Алексеевич в организации этого отделения, заслуживает особой благодарности. Отмечу, что сейчас в Одессе больницы, которые принимают ковидных пациентов, почти переполнены. Поэтому открытие дополнительных коек в Одесском областном онкодиспансере – это своевременная возможность для наших земляков пройти квалифицированное лечение.